Здравствуйте, друзья! Ну что ж, друзья, на ваших экранах старт-лист участниц весовой категории до 75 килограммов. У нас чемпионат Европы 2015 года Тбилиси-Грузия. 8 участниц готовятся выйти на помост. Для вас, как обычно, ваш комментатор Алексей Безбородов. И представление участников этой весовой категории достаточно интересная борьба нас сегодня ожидает, потому что нет таких прям совсем явных лидеров. Конечно же, любители тяжелой атлетики в первую очередь отмечают Лидию Валентин, испанку, которая сегодня будет самой титулованной. Надеемся мы, что Екатерина Ютволина, которая промелькнула на ваших экранах буквально несколько секунд назад, составит ей достойную конкуренцию. Екатерина является чемпионкой Европы среди молодежи. Ну, в общем-то, плотность результатов, по крайней мере, по стартовым заявкам, сегодня будет очень и очень высока. Об этом мы уже поговорим, когда начнутся сами соревнования. Ганна Козенко, Украина, также высокие заявленные килограммы. И, конечно же, Наталья Прищепа из Молдавии, которая была бронзовым призером чемпионата Европы прошлого года. Ну и Лидия Валентин, лидер, лидер сегодняшних соревнований на ваших экранах. Ну что ж, друзья, мы снова в Тбилиси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Сейчас мы смотрим попытку Нины Шротт из Германии. Она выступала в группе «Б» и в рывке финишировала с результатом 100 килограммов. Сейчас мы это с вами увидим. Пришлось побороться, но сумела справиться со снарядом Нина Шротт и встать. В толчке результат у нее более скромный – 115 килограммов. Хотя все попытки и в рывке, и в толчке ей были использованы. Ну вот сейчас смотрим попытку на 115. Категория до 75 килограммов. Традиционно российская. Огромное количество побед. За последние 14 лет 11 раз на верхнюю ступень поднималась российская тяжелоатлетка. И, конечно же, в последние годы, говоря о этом весе, мы вспоминаем Надежду Евстюхина. Но на этом чемпионате Европы она не выступает. Буквально считанные минуты, даже секунды остаются до начала соревнований. Ну что ж, чемпионат Европы для девушек весовой категории до 75 килограммов стартовал Ирина Декха. Первое появление на помосте – 100 килограммов на штанге. С этого же веса планируют стартовать и наши Екатерина Ютволина, и Наталья Прищепа из Молдавии. Ирина Декха справляется. Самая большая заявка в этом упражнении у Лидии Валентин – 112 килограммов, чуть меньше – 110. Дарья Пачебут из Белоруссии. Ну и с первой же попытки у нас появляется лидер этих соревнований. По собственному весу Ирина Декха обходит спортсменку из Германии. Вторая белорусская спортсменка, которая выступает в этой весовой категории – Дарья Наумова. И 19 лет фиксирует, фиксирует этот вес в своей первой попытке Дарья Наумова. Лучший результат Дарьи на международных стартах. Их было пока немного – 97 килограммов. На чемпионате мира, который проходил в прошлом году в Казани, где Дарья Наумова заняла итоговое второе место. Ну и вот сейчас появится Екатерина Ютволина на помосте. Последнее наставление тренера. Екатерина Ютволина является чемпионкой Европы. Среди молодежи в Лимассоле, на Кипре проходили эти соревнования в прошлом году. Тогда Екатерина 112 в рывке показала и 141 в толчке. Было использовано все шесть попыток. То есть со стопроцентным результатом финишировала. И вот ее дебют уже на взрослых соревнованиях международных. Держать. Ну что ж, очень легко. Возможно, даже где-то подстраховались. Видно, что высоко вылетела штанга у Екатерины Ютволиной. Ну что ж, 102 килограмма на 2 килограмма больше, чем изначально планировалось начинать. Ну, здесь по разминке могли посмотреть, что летит. Летит снаряд. И правильное решение. Нужно вступать в борьбу. Екатерина Ютволина имеет неплохой результат во втором упражнении. В толчке. То есть за сумму вполне может побороться за медали этого чемпионата Европы. Ну, первая попытка всегда самая сложная, самая важная. Екатерина с ней блестяще справилась. Ганна Казенко из Украины. Спортсменка, которая 2 года назад на чемпионате Европы была второй. Я думаю, ее сегодня тоже можно отнести к числу претендентов на медали. Да, первая попытка 113 килограммов. Успешно. 103, да, прошу прощения. До 113 еще нужно добраться. Лучший результат, показанный на международных соревнованиях, у Ганны Казенко 105 килограммов. И на чемпионате мира 2013 она этот результат показывала. Так, Наталья Прищепа. Те же 103 килограмма. И Наталья Прищепа также справляется с этим весом. Последний раз на помосте Наталью Прищепу мы видели в Казахстане на чемпионате мира. Тогда три попытки в рывке. Ей были использованы 104, 108 и 111 в последнем подходе, что принесло в рывке ей седьмое место. Ирина Декха, которая первой выходила на помост в этом потоке, сейчас 104 будет пробовать поднять. Держим, 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 спокойно. Да, это ей удается. На чемпионате Украины в 2013 году Ирина 112 килограммов в рывке поднимала. Выступала, правда, в супертяжелой весовой категории, но перевес там был небольшой, всего лишь 100 грамм. Думаю, это было сделано в качестве каких-то командных задач. Но сейчас две попытки, видим, достаточно легко поднимает. Француженка появляется у нас на помосте, первый выход на ее кетчанке, 105 килограммов. Ну что, сначала положено, 105 килограммов, легко. У на ее кетчанке не так много международных выступлений. Первый раз на помост она вышла в 2011 году. Да, ну здесь юношеские соревнования, и в толчки я отказался, но тогда выступать. Совсем скромные были результаты. Ну а вот из последних ее результатов, 107 килограммов на чемпионате мира в Казахстане. Дарья Наумова в Беларуси. Вторая попытка. Ну что ж, Дарья все сделала правильно, немножко внизу пришлось побороться. Поймала равновесие, встала и зафиксировала 105 килограммов. Екатерина Ютволина для второй попытки, 106, заявила. Да, сейчас эти килограммы уже установлены, и второе появление на помосте нашей спортсменки. Держать, ну что ж, такое. Очень высоко, но при этом не удалось зафиксировать. Я думаю, с бокового ракурса будет видно, что штанга чуть впереди осталась у Екатерины. Ну что ж, теперь нужно настраиваться на третий подход. Да, чуть-чуть впереди, чуть-чуть впереди остается. Ну, еще одна попытка есть в запасе. Надеюсь, сумеет собраться. А других участниц нет, все идут на большие веса. Ганна Казенко и Наталья Прищепа на 107. И Ирина Декха, Дарья Наумова и Нейу Кетчанки из Франции на 108. Вот такой расклад. Ну, здесь нужно думать. Либо один килограмм добавлять, и... Да, в общем-то, ничего не решит, потому что у молдавско-украинских спортсменок это второй подход. Нужно 108. Бывает такое, что добавляют один килограмм для того, чтобы дать спортсменке больше отдохнуть и выпустить вперед несколько соперниц. Ну, Екатерина Ютволина все равно выходит на те же 106 килограммов, что и были ранее. Давайте смотреть. Держать, держать. Ну, молодец. Молодец. Вот сейчас все было сделано правильно. Екатерина Ютволина также высоко. Она штангу вытащила и внизу чуть подольше посидела, зафиксировала. Ну, а встать уже для Екатерины Ютволиной со штангой это не проблема. Поздравляем. Екатерина Ютволина. Давайте я несколько слов о ней скажу. Родом она из Омска. А когда мы говорим Омск, сразу вспоминаем заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и рекордсмена мира Владимира Смарчкова. То есть этот город подарил нам еще одну спортсменку. В данный момент Екатерина Ютволина выступает за Омск и за Москву, а именно общество «Юность Москвы». А сейчас было просто что-то невероятное в исполнении украинской спортсменки Ганны Козенко. 107 килограммов. Ну, смотрите, замедленный повтор. Потеряла равновесие и таким гуськом, гусиным шагом. Поворолась и встала. Да, фантастика. Ну, украинская команда хорошо готова к этому чемпионату Европы. Две золотых медали. У них уже есть. И теперь еще две девушки претендуют на то, чтобы попасть на подиум. Тем временем на помосте Наталья Прищепа, Молдавия. 107. Вторая попытка. И Наталья Прищепа берет 107 килограммов. Да. Пока из выходивших только Екатерина Витволина смазала попытку. Все остальные работают на 100%. На ее кетчанке Франция второе появление на помосте 108 килограммов. Сейчас попытка выйти в лидеры у француженки пока на четвертая. Лидирует Наталья Прищепа, которая из тех, кто поднял 107, самая легкая. Очень легко. Огромный запас чувствуется. Для тех, кто смотрел наши трансляции с чемпионата мира, я говорил, что если этой девушке чуть-чуть добавить техники какой-то большей стабильности, то она будет поднимать очень-очень много. Видно, что новичок, она в тяжелой атлетике, но за счет таких физических данных борется на равных с лидерами, по крайней мере, европейскими, это точно. Ирина Декха 108, в случае успеха будет проигрывать она француженке по собственному весу. Нет, не получилось. Ну, уже с самого начала было видно, что Ирина так медленно-медленно потянула штангу. В итоге она пока шестая. Наша Екатерина Ютволина на четвертой строчке, 106 килограммов. Ну, знаете, здесь уже, так как попыток у Екатерины нет, очень важно смотреть на отрыв в килограммах. Пока он не очень большой, по крайней мере, можно его отыгрывать вполне во втором упражнении. И Дарья Наумова. Дарья родом из Бобруйска, в детстве была активным ребенком, как она сама в своем интервью говорит, любила играть в футбол. И изначально занималась легкой атлетикой, метанием диска. Затем в 10 классе уже перешла в тяжелую атлетику. И, как видим, мы не зря, не зря вышла на неплохой уровень. Сейчас 108 килограммов и пока второе место у Дарьи. Таких килограммов она не поднимала никогда. Последние международные соревнования, как я уже говорил, чемпионат мира, серебряная медаль, когда 97 килограммов в рывке, 134 толчки. Ну, в рывке, смотрите, прибавила Дарья очень и очень прилично. Получается 11 килограммов по сравнению с прошлогодним чемпионатом мира. Если столько же прибавит и в толчке, то сегодня тоже может побороться за медаль в сумме и в отдельном упражнении. Ганна Козенко, прошлая попытка получилась такой тяжелой, но волевой. Нет, в этот раз не получилось повторить. Заканчивает Дарья Козенко с результатом 107 килограммов. У нас промежуточная таблица. На ее китчанке 108 килограммов, столько же, сколько и у Дарьи Наумовой. На килограмм меньше у Натальи Прищепа и Ганны Козенко. И дальше, также с оставанием в один килограмм, идет Екатерина Ютволина. У нас вторая белорусская спортсменка. Ее первое появление на помосте Дарья Пачебут. 110 килограммов. Ну что ж, очень неплохо. Дарья выступала на Нью-Йоркском чемпионате Европы в Израиле в 2012 году, где выиграла золото. Выступала она тогда на две категории легче, до 63 килограммов и подняла 105 в рывке, 124 в толчке. Ей 20 лет на данный момент. Тренирует ее Юрий Никифоров. И у нас разминочный зал, где спортсменки готовятся к выходу на помост. Ну так сидели задумчиво спортсменка из Молдавии Наталья Прищепа и француженка на Екатерчанке. Француженка у нас пока на второй строчке, Наталья Прищепа на четвертом месте. И вот сейчас 111 килограммов выведет Наталью на первое место. На первое место промежуточное пока, но вполне возможно, что этого будет достаточно для того, чтобы попасть на подиум. Лидия Валентин пока не начинала 112, ее заявка. Но не исключено, что Лидия будет ожидать окончания выступления спортсменок. Имеет полное право, потому что имеет такие хорошие личные достижения в рывке, как, допустим, 124 килограмма. Но в это время Наталья Прищепа поднимала на чемпионате мира, на этот вес. Да, ну а сегодня, к сожалению, не получилось. И финишировала пока на четвертом месте. Но, скорее всего, если Иди Валентин ничего такого экстраординарного не произойдет, то Прищепа будет пятой. Нейокетчанки, те же 111 килограммов. И также это попытка выйти на первое место. Но, кстати говоря, француженка уже с медалью этого чемпионата Европы. Поздравляем ее. Вы смотрите, очень легко данные. Нейокетчанки хорошо готова к этим соревнованиям. На 4 килограмма улучшает свой личный рекорд, показанный в ноябре 2014-го. Сейчас у Кетчанки новое ее достижение. 111 килограммов в рывке. Кстати говоря, для этой спортсменки это дебют на европейском помосте. Я до этого не выступала. На первенствах Европы. И Лидия Валентин все-таки 112 выходит на помост. Да, очень легко. Уверенно 112 килограммов. Лидия Валентин очень долго выступает. Ее первые международные соревнования датированы 2001 годом. Последние годы на европейском помосте именно Лидия Валентин конкурирует с нашими спортсменками. Но вот с Натальей Заболотной и Надеждой Евстюхиной конкурировать у Лидии Валентин получалось не очень хорошо. Она почти всегда проигрывала. Иногда удавалось в рывке преподнести какой-то сюрприз. Поднималась она на первую строчку в Анталии на чемпионате Европы. Но в толчке и в сумме наши девчонки всегда все отыгрывали. И Лидия Валентин третье место, второе место. За исключением чемпионата Европы 2014 в Тель-Авиве удалось Лидии Валентин зайти на верхнюю ступень. И пьедестала, и в рывке, и в толчке, и в сумме. Ну тогда она показала свои личные рекорды. На тот момент 121 в рывке, 147 в толчке. Очень-очень много для Лидии Валентин. И обошла нашу спортсменку. А сейчас получается Лидия Валентин в ранге чемпионки Европы выступает. Вторая попытка Дарьи Пачебут. Белоруссия. Да, вы смотрите, упирается. Хорошая попытка. Молодая спортсменка читала интервью. Уже несколько лет отмечают ее прогресс. Тренеры белорусской команды. Между прочим, в 17 лет на внутренних соревнованиях конкурировала с самой Анастасией Новиковой. Но тогда, правда, Дарья выступала в категории до 53 килограммов. В тяжелую атлетику попала благодаря брату, который стал заниматься. И вот сестру притянул. В итоге Дарья сразу на областных соревнованиях выиграла первое место. И начала расти. И сейчас уже выступает на взрослом чемпионате Европы. Также для нее это дебют. Вторая попытка Лидии Валентин. Ну что ж, Лидии Валентин. Лидия Валентин не справилась. Не справилась с весом 116 килограммов во второй попытке. И у нас пока лидер Дарья Пачебут из Белоруссии. 115 она подняла. Лидия Валентин тяжелее, чем Дарья. Дарья, кстати говоря, я думаю, в целях какой-то командной борьбы выступает в этой весовой категории, потому что весит 69 килограммов 180 граммов. То есть буквально на 180 грамм больше, чем граница этой весовой категории. И у нас таблица на экранах. Француженка на третьем месте. Лидия Валентин пока на втором. Да, возможно, Лидия Валентин сыграла такую злую шутку. То, что она на эти соревнования рассматривалась как основная претендентка. Потому что при всем уважении к Екатерине Ютволиной, конечно, было видно, что уровень ее результатов пока чуть ниже, чем у Лидии Валентин. Именно личных достижений. Поэтому Лидия на эти соревнования ее признавали лидером в этой категории. Волнение, безусловно, было. Но, возможно, на помосте как раз и это самое волнение помешало ей справиться. А белорусы очень верно тактически плюс один килограмм. То есть Лидии, помимо того, что... Да, Лидия перенесла попытку свою тоже в большую сторону. Но не хочет она, последнее слово, отдавать белорусской спортсменке. Дарьи Пачебут. Ух ты, вы смотрите, как тяжело. Но взяла Дарья. 117 килограммов. Очень и очень серьезно. Так, сразу смотрим мы, что у нас происходило вчера. Потому что Дарья-то весит практически, ну вот, чистая категория до 69 килограммов. Те граммы перевес, они... Так, Дина Сазановец 115 килограммов подняла. То есть Дарья с этим результатом 117 вчера бы взяла золото в рывке. И теперь у нас ответ Лидии Валентин. 118 килограммов на килограмм больше, потому что больше собственный вес. Нужно поднимать плюс один килограмм к результату белорусской спортсменки. Что Лидия Валентин сейчас и будет пытаться сделать. Давайте смотреть. Лидия Валентин. Лидия Валентин. Ну что ж, опыт, опыт, опыт Лидии Валентин. Помогает ей поднять 118 килограммов, собралась, да. Поздравляем Лидию Валентины с Панку, с победой в рывке на этом чемпионате Европы. Немножко белорусская спортсменка Дарья Почебут потрепала ей нервы, ну, в толчке. И пока по предварительным заявкам Лидии Валентин, конечно, посильнее выглядит, но все возможно, все возможно. На третьем месте француженка Нейю Кетчанке, 111 килограммов. Дарья Наумова, 108 и четвертое место. Пятое, Наталья Прищепа, 107. Ганна Козенко на шестом месте. Екатерина Гютволина, 106 килограммов. Седьмое место, отрыв нашей Екатерины от призовой тройки составляет 5 килограммов. И, в общем-то, в толчке вполне эти килограммы можно отыграть. Ну и, что ж, идем отдыхать. Впереди нас ждет интереснейшая борьба. Ну, в общем, как и обычно во всех категориях на этом чемпионате Европы. Пока спортсменки отдыхают после тяжелого рывка и готовятся бороться во втором упражнении, мы с вами посмотрим успешные попытки призеров уже с медалями. И вот эти девушки уедут с этого чемпионата. На ее китчанке француженка 111 килограммов. Личный рекорд, который позволил ей подняться на третью ступень. Пьедестала почета в рывке. Пьедестала почета в рывке. Серебряный призер этого чемпионата Европы Дарья Пачебут из Белоруссии. Все три попытки. 110, 115 и сейчас 117 килограммов. Пришлось побороться Дарья, но справилась. Нравится мне ее настрой на борьбу. Ну, в общем-то, белорусская команда, она всегда этим отлично. В каждом подходе выходит. С серьезным видом и эмоции проявляет только, когда уже последняя попытка заканчивается. Пока это приносит успех. Вчера Дина Созановец взяла золото. Ну, а я не могу не поздравить нашу Яну Кондрашову, которая выполнила все шесть попыток и заняла второе место. Это прекрасный результат для дебюта Яны. Поздравляем. И Лидия Валентин. 118. Немножко так начала у Лидии Валентин не получилось. 116 килограммов. Казалось бы, тот вес, который она всегда берет. Иногда даже начальные заявки у Лидии были больше. Ну, вот сегодня что-то сбилось. И затем пришлось настраиваться и поднимать 117 килограммов. 118 на килограмм больше, чем белорусская спортсменка. Да, вес взят и есть золотая медаль. Качает головой, потому что, ну, наверное, не так она рассчитывала пройдут соревнования в рывке. В толчке, конечно, Лидия Валентин сильна. 147 килограммов в прошлом году на чемпионате Европы. Да и на чемпионате мира в ноябре прошлого года. 140 в начальном подходе. В первом взяла Лидия Валентин. Затем 147 и 148 были неудачные. Ну, килограммы эти были достаточно-достаточно приличные. Телеканал Евроспорт зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральные службы поднадзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ФС-77-59-264. Телеканал Евроспорт Интернешнл-HD зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральные службы поднадзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ФС-77-59-271. Ну что ж, друзья, второе упражнение. Толчок у нас началось. Ирина Декха из Украины. Первое появление на помосте. 111 килограммов. Ну, наверное, не хватит этих килограммов для борьбы за медали. Что в отдельном упражнении, что в сумме. Но с груди немножко грязновато. Ирина Декха подняла. Я думаю, не засчитать ей попытку. По крайней мере, нашему Виктору Гетцу такое, да, не засчитывали. Дожим. Дожим был. Сейчас на замедленном повторе вы это увидите. Левая рука не полностью выпрямилась. То есть пришлось спортсменке прикладывать усилия. Это называется в тяжелой атлетике дожим. И все три судьи зажгли красные фонари. Вес не взят. И Ирина должна будет снова подходить к этому весу. Потому что после нее самую большую заявку в толчке у нас определила для себя Наталья Прищепа. 120 килограммов. Наша Екатерина Ютволина со 130 килограммов. То есть в группе таких явных претендентов она будет. Вместе с Дарьей Наумовой, с Лидией Валентин. Лидия Валентин 135 заявила. И бронзового призера в рывке на этом чемпионате. Европы нам показывают. На Юкичанке она 127. Стартует сейчас в разминочном зале 90 килограммов. Ирина Деха те же 111. Второй выход на помост. Ирина Деха в Украине. Рекорды Европы в этой весовой категории полностью принадлежат российским спортсменкам. Ну что ж, сумела Ирина Деха в этот раз справиться. И я думаю, сколько? Наверное, 120 заявят для нее. Чтобы немножко больше, чем 2 минуты отдохнуть. Так вот, рекорды Европы принадлежат российским спортсменкам. 135 килограммов. Рывок Наталья Заболотная. Чувствуете разницу, да, с результатом победителя? 117 сегодняшними толчок. Надежда Евстюхина. 163 килограмма. И сумма 296. Наталья Заболотная также принадлежит. Наталью Прищепу нам показывают. Врывки она была пятой. И 120 килограммов готовится выходить. Вторая украинская спортсменка Ганна Козенко. Со 125 планирует начинать. На разминке 115 килограммов. Пока поднимает. Ну а Ирина Деха 115 заявила. Поэтому две минуты ей дано на подготовку. Наталья Прищепа пока так же ожидает. Сразу вслед за Ириной Деха она пойдет. А вот Лидия Валентин, мы видим, только-только начала разминаться. Она выйдет самой последней. Еще где-то минут 25 у нее. Ну то, чтобы разогреться. Есть. Иногда очень интересно наблюдать, что происходит за кулисами. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что спортсмены, постепенно увеличивая вес на штанге, прибавляют, прибавляют. И уже последний разминочный вес где-то на 5-10 килограммов меньше, чем первый заявленный на помосте. Ирина Деха 115 килограммов. Тут пошли ножки, работай. Не получилось. И она заканчивает выступление. Первой из восьми выступающих в этом потоке. Сумма Ириной Деха 215 килограммов. Наталья Прищепа, Болдова, 1-й Лебислав. Дарья Пацабутич, Нехи. Дорога за демота, Дарья Пачабутик, Белоруссия. Итак, 120 Наталья Прищепа. Первое появление на помосте в Казахстане в прошлом году. 127 килограммов Наталья подняла. С третьей, лишь с третьей попытки сегодня, я думаю, чуть в худшей форме. Потому что в рывке не дотянула она до тех же 111, что в ноябре 2014. И решили аккуратно стартовать со 120. Ну что ж, такая неоднозначная попытка. Не сказать, что чувствуется большой запас. Хотя, возможно, это просто волнение было. Или немножко подостыли мышцы. Долго ей пришлось ждать. Ирина Деха немножко затянула свое выступление. Видели мы, как тренер пытался Наталья Прищепе поддерживать тонус в ногах. Ганна Козенко 122 килограмма для старта заявила. И сейчас выходит. Случай успеха сумма 229. Ирина Деха. В этом упражнении 136 килограммов. Но это на внутренних соревнованиях чемпионат Украины 2013 год. Из международных стартов чуть-чуть поменьше 135. Эти килограммы она показывала в 2012 году. На молодежном чемпионате Европы. Где заняла второе место. Так и у нас появляется призер. В рывке этого чемпионата Европы. Вот так вот в рывке выходила она самая последняя. В толчке в числе первых Дарья Пачебут. 125 килограммов. В случае успеха уже такую хорошую, серьезную сумму. 242 килограмма Дарья набирает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну с включением что-то вот в локтях не очень у Дарьи Пачебут. Да, первая попытка неудачна. Посмотрел я статистику последних лет. И в общем-то вот эта сумма, на которую рассчитывает сейчас Дарья Пачебут, она гарантирована на последних, наверное, да на всех. Вот что я вижу в чемпионатах. Нет, все-таки последних, наверное, пяти лет гарантирует ей попадание на подиум. Наталья Прищепа в случае успеха 232 наберет. Но для этого 125 нужно поднимать. Тоже сумма получится очень хорошая. В прошлом году с этой суммой Наталья могла бы быть бронзовым призером. Так же, как и в 2013 году и в 2012. Ну нет, сегодня у Натальи что-то не получается ничего. Всего лишь тягу выполнила. Но есть еще одна попытка. Здесь надо, наверное, разразлиться побольше эмоций. Вот в рывке видели мы, как все девушки так бодро-бодро-бодро шли. Минимум брака было. То есть всего лишь пять попыток были неудачными. Но в толчке вот уже видели мы две таких, скажем так, неудачи. Вот у Дарьи и у Натальи, которые могут повлиять на их итоговое расположение на пьедестале. Дарья Пачебут. Второй выход на помост. Ну что ж, берет с огромным трудом. Дарья Пачебут. 125 килограммов. Да, вторая фаза. Прям определенные проблемы. Есть хорошая сумма 242. Всегда таким спортсменам тяжело, у кого сильный рывок. И они заканчивают самыми последними в числе лидеров. А толчок слабый. Приходится мало того, что ты сам по себе мало поднимаешь в этом упражнении, так еще и отдых у тебя получается короткий, неполноценный. Но в первую очередь приходит на ум Андрей Рыбаков, как раз таки из белорусской команды, рекордсмен мира в рывке. Такие же проблемы у него были. Наталья Прищепа. Третий выход на помост в прошлом. Лиштяга. И держать. Молодец Наталья Прищепа. Вы смотрите. Да, проявила характер. Очень тяжело. Тяжелое вставание. Очень... Стояла она неуверенно. Видно, что душила ее штанга. Но смотрите. Сумела справиться. 125 килограммов. Требуется помощь небольшая. Но я думаю, сейчас через несколько минут приведутую в норму. Слишком много сил было отдано в этой попытке. Екатерина Ютволина. Раши антодорезы. Без препарата. ОМЗ-2 Екатерина Ютволина. Ганна Казенко. 126 килограммов. В случае успеха лишь второе место до Дарьи Почебут. Конечно, нужно остальным спортсменкам прибавлять и прибавлять. Ближе к 140. Но, тем не менее, Ганна Казенко потихонечку приближается к лидерам. Еще одна попытка у нее остается сейчас. У нее сумма 233 килограмма. И ждем от нее заявки для третьей попытки. Потому что Дарья Почебут 130 со 130. И наша спортсменка стартует. Екатерина Ютволина. А нет, 128. Вот стоило только сказать, что ничего не поменялось у Екатерины. Как все-таки поменялось. Решили с Невачева разгона начать второе упражнение. Возможно, это правильно. Но сейчас мы увидим. Так Екатерина Ютволина. Омская спортсменка, представляющая также юность Москвы. На помосте. На помосте в своей первой попытке. Пытаться будет поднимать 128 килограммов. Стоять, 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 стоять. Ну, а видно, что держит штангу вот так с улыбкой. Очень легко на грудь. Огромный запас у Екатерины Ютволиной. И вижу я теперь, что действительно 140 килограммов-то реальные килограммы для Кати вполне. Ну, вот в груди волнение было. Все, теперь нужно считать. Считать килограммы. Смотреть, сколько поднимают соперницы. Пока в толчке Екатерины Ютволиной лидирует. У Данны Казенко еще одна попытка есть. И Дарья Пачебут также имеет попытку в запасе. И сейчас будет как раз-таки она выходить на 130 килограммов. В случае успеха у Дарьи будет 247 сумма. Конечно, Лидии Валентине нужно всего лишь одну будет успешную попытку сделать, чтобы обойти ее. Ну, а, допустим, той же Нейукетчанке на 6 килограммов нужно поднимать больше. Ну, что ж, после неудачи в первом подходе Дарья Пачебут проявила характер и справилась. Итак, сумма, на которую будут ориентироваться все остальные 247 килограммов. Ганна Казенко 132, нет, уже 131, Нейукетчанке со 130 на 132. А французы чувствуют, что можно подняться в сумме на пьедестал, потому что Дарья Пачебут проигрывала, выигрывала у француженки 6 килограммов, но уже закончила свое выступление. И француженке на 7 килограммов больше нужно поднимать. Ганна Казенко пока решает локальные задачи 131, принесут ей промежуточное первое место в толчке и дадут финальную сумму 237 килограммов. Надо успокоить снаряд, встать неподвижно и тогда судим будет, судьями будет дана отмашка, что вес можно опускать. Да, успешно все три попытки у Ганна Казенко 238, сумма, пока второе место. На 10 килограммов больше подняла Ганна Казенко по сравнению с чемпионатами Европы 2013 года. Ну что ж, прогресс очевиден, прогресс очевиден. На Юкетчанке. В случае успеха второе место и 232 килограмма. В случае успеха второе место и 232 килограммов больше. Затем стояла, готовилась и с легкостью взяла 135, теперь ей нужно будет прибавить еще 5 килограммов к этому весу, и тогда она сможет подвинуть Дарью Пачебут с промежуточного первого места на второе. Я думаю, Нейки Чанки сейчас как раз-таки заявят эти килограммы. А мы ждем появления Дарьи Наумовой из Белоруссии. 133 килограмма Дарья Наумова заявила для своего первого подхода. Ну что ж, достаточно тяжело, но все по правилам есть. 132 килограмма Дарья Наумова на чемпионате мира юниорском 134 в третьем подходе поднимала. Сейчас на килограмм меньше, ну а личный рекорд был показан на чемпионате Белоруссии в Пинске в 2014 году 136 килограммов. То есть сейчас практически с личных рекордов стартует, но это и видно очень тяжело. Практически на пределе поднимает Дарья Наумова. Екатерина Ютволина, 133 килограмма заявка. И сейчас она должна появиться на помосте, будет выполнять свою вторую попытку. Ну что ж, давай Екатерина, случай успеха 239 сумма и уже четвертое место. Ну, нужно поднимать обязательно. Держать, держать. Молодец, Екатерина. Ну что ж, хух, отлично, отлично. Так потихонечку, потихонечку она отыгрывает то, что упустила в рывке. Сейчас она на четвертом месте 239 килограммов. Еще одна попытка у Екатерины остается в запасе, в толчке. В толчке она пока первая. И не так много спортсменок остается, кто может еще как-то вмешаться в это расположение. Лидия Валентин, 135, как и планировала, будет выходить. 137 на ее кетчанке. Да, как мы и предполагали, сразу пойдет на побитие результата Дарьи Почебут. А вторая белорусская Дарья Наумова сразу 140 заявила. Ну, возможно, этот практический ход решила пропустить вперед соперницы, посмотреть, на что они готовы. Дарья Наумова была на четвертом месте и, в общем-то, тоже может покуситься на цифры своей подруги по команде. Ну, а пока Лидия Валентин. В случае успеха огромный отрыв от преследователей. В случае успеха огромный отрыв от преследователей. В случае успеха огромный отрыв от преследователей. Компания Компания Кристофор Очень легко, очень легко Лидия Валентин поднимает, но я думаю выходила она с волнением, оглядываясь на то, что в рывке с ней произошло, казалось бы привычные 116 килограммов, которых она иногда и начинала, оказались неподъемными. Поэтому сейчас 135. Смотрим повтор. Штанга над головой, вес засчитан. Да, 253 килограмма сумма на 6 килограммов больше, чем пока у находящейся второй Дарьи Пачибут. На Юкичанке 137 килограммов, и сейчас это попытка переместиться с третьего места на второе. Екатерина Ютволина 140. 140 заявка, пока Катя на пятом месте. Сумма 239. Сейчас очень важно будет смотреть на попытку француженки. Катя на пятом месте. Ну вы смотрите, очень круто. Да, берет на Юкичанке 137 килограммов. Никогда такой вес я не покорялся. На чемпионате мира всего лишь 131. Сейчас сразу на 6 килограммов больше поднимает на Юкичанке еще одна попытка в запасе. Ух, вот эта борьба за медали, как и предполагалось, идет. Белорусская со второго места отодвигается на третье. И еще есть девушки, которые могут ее потеснить. Очень надеемся, что Екатерина Ютволина также будет в их числе. Но пока заявленных 140 килограммов Екатерине Ютволиной не будет хватать для того, чтобы подвигать Дарью Почебут с третьего места. Потому что даже в случае успеха сумма будет 246 килограммов на один килограмм меньше. А с учетом того, что Дарья самая легкая в этой весовой категории, то нашей Екатерине нужно 142 идти поднимать. Но также сохраняются шансы в борьбе за медали в отдельных упражнениях, в толчке. Почему нет? Наумова. Нет. Ну, 140 килограммов выглядело так достаточно опрометчиво. Предыдущая попытка на 133 была неубедительна. Совсем. И сейчас какая ситуация? Екатерине Ютволиной нужно будет подходить на 140 килограммов. Хорошие шансы будут для завоевания медали в толчке. Ну, а у нас идет перезаявка весов. Так, видим, мы соревнования немножко притормозились. Показывают нам на Юкичонке, Дарью Наумову. И не выходит у нас Екатерина Ютволина. Потому что, да, 142 килограмма решили дать возможность Екатерине попробовать попасть на подиум. Я думаю, вполне, вполне по силам эти килограммы для Екатерины. Здесь главное справиться с волнением и правильно настроиться на этот подход. Опять-таки, все остальные выйдут раньше. Выйдет и на Юкичанке, она заявила, 141. И Дарья Наумова сейчас на 140 будет пытаться исправиться. Когда Лидия Валентин пока 141 заявила, так же, возможно, выйдет и на больший вес. Потому что ее килограммы, ну, наверное, почти недосягаемы. Хотя Кичанке будет пытаться обойти испанку. Ну, что ж, уже ближе, уже ближе, но не получилось у Дарьи Наумовой. Но я думаю, еще все впереди. 19 лет тот возраст, когда только-только начинают показывать спортсменке высокие результаты. И еще есть время для того, чтобы вырасти. Пока, пока Дарья Наумова на четвертом месте. Лидия Валентин выходит на помост. 141 килограмм. Это попытка для того, чтобы загнать на Юкичанке, француженку, на еще большие килограммы. А именно плюс 7 нужно поднимать на Юкичанке. То есть на 148, я думаю, сегодня далеко-далеко не тот результат, на который француженка готова. Но вот если не поднимет Лидия Валентин в этом подходе, то у Кичанки шансы определенные сохраняются. Да, успешная попытка у Лидии Валентин. И я думаю, благодаря этой попытке она уже теперь точно становится чемпионкой Европы 2015 года в сумме, в рывке. А вот в толчке нужно еще побороться. Екатерина Ютволина, русский тим, мы с самым ислам. Юлия, Екатерина Ютволина. 142 килограмма. Сейчас мы видим попытку попасть на подиум в толчке и попасть на подиум в сумме двух упражнений у нашей молодой спортсменки Екатерины Ютволиной. Давайте смотреть. Держать, держать, держать! Молодец! Нет! Да что такое! Ну как же так! Ну все сделано уже! Собери ноги! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну и травму получает Екатерина Ютволина. Как она старалась, боролась и, казалось бы, уже все сделано. Да, очень-очень жалко Екатерину, потому что действительно сейчас были хорошие на штанге килограммы за 140 очень и очень достойно. Да, ну, с локтевым суставом проблема. Достаточно частая травма. Ну, в последние годы она встречается. Бывает не совсем критично. Но очень многие возвращаются на помост достаточно быстро. Героическая попытка. И как жалко, что буквально вот доли секунды не хватило для завоевания медали. И пожелаем Екатерине Ютволиной побыстрее восстановиться и вновь-вновь появиться на помосте, чтобы доказать, что способна она, способна она попадать на пьедестал. И Нейокичанке выходит на вес 142. Нейокичанке уже вторая. Сейчас в случае успеха, ну, она выйдет на первое место в толчке. Пока Лидия Валентин занимает верхнюю строчку. Нейокичанке на втором месте. Нейокичанке на вторую ветер. нет но было близко не кичанки дан новое лицо в этой весовой категории уж на чемпионатах европы она точно теперь я думаю будет конкурировать виден большой запас и результат это неплохие и самое главное очень продуктивно работает три попытки в рывке и две в толчке серьезно но лидия валентин выходит на тот же вес 142 и все-таки плюс один килограмм не 145 заявляет ну что ж сейчас мы увидим уже подход победителя этого чемпионата европы лидия валентин становится двухкратной чемпионкой случае успеха 263 килограмма сумма и Легко и уверенно Лидия Валентин поднимает. Знаете, друзья, тут в пылу борьбы, так в отдельных упражнениях, упустил я из виду, что Екатерина Ютволина попадает таки на подиум, 133 килограмма, этого ей хватило для того, чтобы завоять бронзовую медаль в толчке. Поздравляем ее, поздравляем сборную России, поздравляем ее родной Омск, поздравляем общество «Юность Москвы», директора «Юности Москвы» Прохорова Владимира Анатольевича, который, я знаю, специально приехал в Грузию посмотреть на своих подопечных, на Катю Ютволину, на Хитага Хугаева, соревнования которого мы увидим сегодня вечером в прямом эфире. Сегодня телеканал «Евроспорт» покажет соревнования мужчин весовой категории до 94 килограммов. Хитаг Хугаев, наш молодой спортсмен, я думаю, сегодня поборется за самые высокие медали, самого высокого достоинства. Ну а пока поздравим Катю Ютволину с дебютом на чемпионатах Европы. Очень-очень я надеюсь, что все-таки ничего серьезного не произошло. Да, итоговая таблица по результатам толчка. Видим мы третье место, Россия, Екатерина Ютволина, 133 килограмма. По собственному весу Дарью Наумову она обошла. Дарья бросилась так сразу на 140 килограммов, немножко упустила, наверное, то, что можно и за медаль в толчке побороться. Ну и Нею Кетчанки, серебряный призер этого чемпионата Европы. Наверное, главная сенсация сегодня. Ну что ж, итоговая таблица на ваших экранах. Для вас работал ваш комментатор Алексей Безбородов. Следите за трансляциями телеканала «Евроспорт». Сейчас, я думаю, нам покажут еще успешные попытки победительницы Лидии Валентин. Ну и сегодня в 19.00 по Москве, как я вам говорил ранее, мужчины, весовая категория до 94 килограммов. Хитак Хугаев, представитель России, выйдет на помост в борьбе за титул, за звание чемпиона Европы 2015 года. Я думаю, будет очень и очень интересно посмотреть. Для нашего атлета это первый взрослый старт. На внутренних соревнованиях очень хорошие результаты. Он демонстрировал. Посмотрим, что донес до международного помоста. Ну что ж, друзья, на этом все. До новых встреч. Пока.